На самолете обычным рейсом, без наручников, но под усиленной охраной. Мэра Астрахани Михаила Столярова, которого подозревают в получении крупной взятки, доставили в Москву. Сейчас он в изоляторе временного содержания. Впереди допросы и судебное заседание, где задержанному изберут меру пресечения. В Астраханской мэрии тем временем идут проверки, а Гордума, помимо плановых вопросов, экстренно решает, кто станет исполняющим обязанности городоначальника. Репортаж Елена Пич. Задержание мэра Астрахани Михаила Столярова сегодня самая обсуждаемая новость в городе. Правда, пока мало кто из астраханцев знает, что подозреваемого во взятке главы уже нет в городе. Ночью его этапировали самолетом в Москву, так как расследованием уголовного дела занимаются в Центральном аппарате Следственного комитета. Когда самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, журналисты, кстати, обратили внимание, что задержанный был в сопровождении оперативников, но без наручников. И оттуда сразу был доставлен в один из столичных изоляторов временного содержания. 60-летнего мэра сотрудники Следственного комитета задержали накануне в одном из ресторанов Астрахани. Его подозревают в получении взятки 10 миллионов рублей. Ваша должность? Мэр город Астрахани. Что делать в своем заведении? Чайки. Деньги, по версии следствия, он получил за выделение земельного участка в 3000 квадратных метров под строительство некоего здания, одним из астраханских бизнесменов. Также, как считают в Следственном комитете, Столяров потребовал от предпринимателя оформить на своего доверителя 25% доли в уставном капитале предприятия. Но коммерсант сообщил об этих требованиях правоохранительные органы, и дальше все происходило под их контролем. Уголовное дело в отношении главы Астрахани возбудили по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Кстати, с самого начала в этом деле были интригующие детали, которые потом не получили подтверждения. Например, сначала называлась шокирующая сумма взятки – 200 миллионов. В некоторых астраханских интернет-изданиях даже появилось сообщение, что это плата за то, чтобы в город пустили некую крупную торговую сеть. Также сообщалось, что вместе с мэром задержан один из глав района, но позже выяснилось, что он продолжает работать. Это не первый коррупционный скандал в астраханской администрации. Буквально этой весной заместитель мэра по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Ковалев был задержан с поличным при получении взятки в полмиллиона рублей с коммерческой фирмы, которая ремонтировала дороги в городе. Как установил отдел экономической безопасности астраханской полиции, эту сумму чиновник требовал за то, чтобы подрядчик вовремя получил деньги на выполнение тендера. Ранее еще один вице-мэр Геннадий Диденко стал фигурантом дела о халатности. А два месяца назад уголовные дела были возбуждены в отношении двух начальников управления администрации Астрахани, Дениса Князева и Олега Лебедева, которые, по мнению следователей, тоже хотели поживиться за счет бюджетных денег. Что касается самого обвиняемого во взяточничестве Михаила Столярова, то в следственном комитете заявили, что уже в ближайшее время намерены выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Елена Пич, Александр Вихтинский, Первый канал Астрахань. Сейчас возвращаемся к главной теме нашего выпуска, ситуации с задержанием мэра Астрахани Михаила Столярова. Как только что сообщил следственный комитет, информацию приводит агентство Интерфакс, в мэрии города изъяты документы, подтверждающие причастность Столярова к получению взятки. Также следствие проверяет информацию о наличии у городоначальника банковских счетов и недвижимости. Сам Столяров сегодня будет допрошен. Сегодня в Ярославле суд арестовал мэра города Рыбинска Юрия Ласточкина, которого подозревают в получении крупной взятки и вымогательстве. По версии следствия, он потребовал от директора муниципального унитарного предприятия 2 миллиона рублей за продление трудового контракта. На заключение под стражу настаивали представители следствия. Адвокаты Ласточкина уже заявили о намерении обжаловать это решение. С еще одного фигуранта уголовного дела, помощника мэра Геннадия Телегина, взяли подписку о невыезде. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки. Кроме того, ранее против главы Рыбинска было заведено другое дело о превышении полномочия. В 2009-м, еще до того, как стал мэром, Ласточкин предположительно продал комплекс водоочистных сооружений, занизив его стоимость в 20 с лишним раз. Ярославль, Евгений Урлашов, который проходит обвиняемый по делу о коррупции, сегодня этапирован в Москву. По крайней мере, до 2 сентября он пробудет следственным изолятором «Матросская тишина». В ближайшие дни в столицу привезут и других фигурантов. Это заместитель Урлашова, его советник и глава агентства по муниципальному заказу. Все четверо были задержаны в начале месяца. Следователи провели серию очных ставок, в ходе которых получили показания на Урлашова, в том числе от предпринимателя Сергея Шмелева, который заявил в полицию, что у него через посредника вымогают взятку в 45 миллионов рублей, угрожая в противном случае не оплатить работу его фирмы по уборке улиц Ярославля. Сегодня в следственном комитете заявили, что проверят всю деятельность Урлашова на посту мэра Ярославля. Это период с апреля 2011 года. Что касается нынешних уголовных дел, своей вины по ним мэр не признает и также отказывается от общения с медиками, в отличие от остальных фигурантов. Четверым обвиняемым уже проведены судебно-медицинские экспертизы, а вот господин Урлашов от проведения этой экспертизы отказался. Но это его полное право, так же как он имеет полное право не свидетельствовать... Операция «Чистые руки». 200 чиновников уволены после проверки декларации о доходах. Об этом было заявлено на заседании президентского совета по борьбе с коррупцией. То, что у нескольких десятков чиновников не совпали дебет с кредитом, сообщалось еще в сентябре, но только сейчас их назвали поименно. Под серьезные подозрения попали несколько генералов Минобороны, чины МЧС, Рособонродного заказа и спецстроя. Пока это называют только подозрениями, но их уже оказалось достаточно, чтобы авторов сомнительных деклараций попросили с вещами на выход. Мой коллега Антон Верницкий побывал на заседании и попытался понять, как же бороться с теми, кто места госслужащих решил превратить в доходные. 2013-й с точки зрения борьбы с коррупцией год особенный. Впервые в истории государственные чиновники обязаны были отчитываться не только о своих доходах, но и расходах. Правда, отчет этот требовался, если потратил чиновник больше, чем заработал за три предыдущих года. В результате декларации написали более 14 тысяч человек, причем подавляющее большинство чиновников, 12 700, сообщили о том, что приобрели недвижимость. 1600 честно признались в том, что купили машины, стоимость которых превышает их трехлетний заработок. Проверяли поданные декларации комиссии, специально созданные во всех государственных структурах, от президентской администрации до муниципальных органов власти. Эти же комиссии помогали МВД выявлять коррупционеров на самых опасных направлениях. Такими по-прежнему остаются жилищно-коммунальное хозяйство, потребительский рынок, строительство и ремонт. За выгодные заказы с предпринимателей здесь, по данным наших институтов, в том числе института МВД, требуют возврата денег или так называемые откаты в 30, а подчас и в 50 процентов. В некоторых регионах тарифы на взятки и откаты хорошо известны и даже меняются с учетом инфляции. Что, конечно, можно было бы на этом посмеяться, если бы не было так печально. Добавил к этому Владимир Путин, как было сказано, еще одно коррупционно-емкое направление, особенно проявившееся в этом году после наводнения на Дальнем Востоке. Откаты стали требовать за якобы правильную оценку размера компенсаций пострадавшим от стихийного бедствия. Что же касается взяточников, то способы борьбы с ними все еще далеки от совершенства. За первую половину текущего года за получение взятки осуждено почти 700 человек, 692, если быть более точным. Между тем, и вот на это хотел бы обратить внимание особо, только 8% взяточников осуждены к реальным срокам лишения свободы. Большинство приговорены к штрафам, которые преступники не платят. Находят всевозможные нормативные лазейки. Либерализация законодательства о коррупции, предпринятая в 2011 году, когда стало возможным заменять тюремный срок выплаты штрафа, кратного сумме взятки, к примеру, если ты получил взятку в 25 тысяч, должен заплатить бюджет в 50 раз больше, привела к тому, что взяточники и в тюрьме не сидят, и деньги государству отдавать не торопятся. Приоритетная задача в борьбе с коррупцией – повышение правосознания во всем обществе. Только лишь принятием закона проблему эту не решить. Необходимо выполнять этот закон на всех уровнях. Общество и бизнес справедливо требуют от власти неукоснительного соблюдения этих правил. Но при этом порой сами тоже должны это отметить. Сами остаются безучастными наблюдателями. Больше того, подталкивают подчас власть к коррупционным проявлениям, пытаясь порешать таким образом свои бизнес-интересы. Что касается деклараций о доходах чиновников, то после их подачи в этом году было уволено в связи с утратой доверия 200 человек. Все они или что-то забыли задекларировать, или указали в документах неверные данные. При этом неточности в декларациях обнаружены и у чиновников самого высокого ранга. Заместитель командующего военно-транспортной авиации Министерства обороны Валерий Шемякин и замкомандующего войсками Центрального военного округа по материально-техническому обеспечению Юрий Свинцов уже уволены с военной службы. Добровольно оставил свой пост после проверки декларации и бывший глава спецстроя при Министерстве обороны Григорий Ногинский. Освобождены от должности заместитель директора Рособоронзаказа Александр Домбровский и замглавкома внутренних войск МВД Евгений Лазебин. Возникли вопросы у проверяющих и к помощнику министра финансов Анатолия Попова, начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Хантамансийскому округу, генерал-майору полиции Дмитрию Висящего. Из-за обнаруженного конфликта интересов, его близкие родственники работали в коммерческой структуре, с которой контактировал сам генерал, из МЧС уволен начальник научно-технического управления Виктор Молчан. Следует заметить, выявленные нарушения при проверке декларации чиновников не означают, что автоматически в отношении них заводятся уголовные дела. Эту же компетенция, как выразился глава президентской администрации Сергей Иванов, других органов, а не антикоррупционной комиссии. Антон Верницкий, Первый канал. Сегодня Владимир Путин провел заседание Совета по противодействию коррупции. Президент подчеркнул, что в этом направлении необходима более эффективная работа. При этом глава государства отметил, что в первую очередь коррупция должна пресекаться в госсекторе, а за ее проникновение руководители ведомств должны нести персональную ответственность. Максим Бобров подробнее. Коррупция – беда общая, а вот ответственность должна быть личной. Владимир Путин убежден, за коррупционеров в собственных рядах обязаны отвечать и те, кто позволил торговать полномочиями. Руководители государственных органов всех уровней должны нести персональную ответственность за проникновение в аппарат лиц, рассматривающих службу как источник личного неправомерного обогащения. Любой гражданин, который хотел бы стать муниципальным или госслужащим, должен понимать, что вступление в должность неразрывно связано с жесткими антикоррупционными требованиями, с определенными ограничениями, которые человек обязан строго соблюдать. Борьба с коррупцией становится все более жесткой, отметил президент. Громкие дела против высокопоставленных чиновников у всех на слуху. Доходы и имущество государственных управленцев уже не тайно за семью печатями. С этого года введен контроль и за крупными расходами должностных лиц. Высокопоставленным чиновникам запрещено владеть и пользоваться иностранными счетами, вкладами и финансовыми инструментами. Принят новый закон, который изменил правила проведения госзакупок, начиная от этапа планирования и заканчивая этапом контроля деятельности заказчиков и их должностных лиц. Взяточников, привлеченных к ответственности, за год стало больше почти на треть. Но из них только 8%, напомнил Путин, получили реальные сроки лишения свободы. Большинство приговорены к штрафам, которые преступники не платят. Находят всевозможные нормативные лазейки. Решения о либерализации в этой сфере, как мы знаем, были приняты еще в 2011 году. И мы тогда все с этим согласились. Надеялись, что это будет обращением к совести тех людей, которые совершают те или иные правонарушения. Но, судя по всему, практика показывает, что эта либерализация не работает должным образом. И нужно проанализировать, что здесь происходит. Чем меньше бюрократических процедур, чем они прозрачнее, тем меньше коррупции. В рейтинге Всемирного банка по деловому климату Россия за год поднялась на 20 позиций. Правда, 92-е место в списке, по словам президента, конечно, не ахти, что. Откаты по-прежнему обычное дело во многих сферах. Прежде всего, жилищно-коммунальное хозяйство, потребительский рынок и оценка размера компенсации при ликвидации последствий стихийных бедствий. Строительство, ремонт разного рода объектов. За выгодные заказы с предпринимателей здесь, по данным наших институтов, в том числе института МВД, требуют возврата денег или так называемые откаты в 30, а подчас и в 50%. В некоторых регионах тарифы на взятки и откаты хорошо известны и даже меняются с учетом инфляции. Что, конечно, можно было бы на этом посмеяться, если бы не было так печально. Президент требует ужесточить борьбу с коррупцией и в правоохранительной, и в судебной системе. Впрочем, исправить ситуацию в одиночку не сможет ни прокуратура, ни МВД, ни любое другое ведомство. Путин подчеркнул бороться с хронической болезнью надо всем миром, создавая в обществе атмосферу нетерпимости к взяткам и прочим должностным преступлениям. Максим Бобров, Кирилл Зотов, Станислав Оплетин, Первый канал.